Всем привет! С вами Настя Черема, Вишневый Блог, и рада вас снова приветствовать на своем канале. И сегодня будет очередное видео про сериалы, а именно про польский сериал от Netflix «Высокая вода». «Высокая вода» стала хитом на Netflix. Спустя неделю после дебюта сериал о наводнении тысячелетия во Вроцлаве собрал более 10 миллионов просмотров по всему миру. Это второй по популярности не-англоязычный сериал на Netflix, и из-за этого он вошел в топ-10 сервисов. Так что же сделало его таким популярным? Сериал основан на реальном событии. Это наводнение в Центральной Европе, которое произошло в июле 1997 года, когда вышли из русел реки Морава и Одра. Оно затронуло не только Польшу, но и изначально Чехию, и потом впоследствии Германию. Из-за масштаба самого наводнения в Польше и в Германии его называют наводнением тысячелетия. В июле 1997 года женщина-гидролог Ясмина Тремер уведомляет власти города Вроцлав о том, что уровень воды в регионе значительно повысился и что наводнение неизбежно. Власти пытались выяснить, произойдет ли наводнение на самом деле или нет, и мнения ученых здесь расходились. Но клерк Якуб Марчак решил все-таки последовать плану Тремер. Как оказалось, они в прошлом были знакомы. План Тремер заключал в себе разрушение поем, которые находились в отдаленности от сельской местности, чтобы перенабравить поток воды. Этого никто не понял, так как план был составлен на старых картах, которые были предоставлены властями, картах аж 1967 года, то есть они были неактуальны. Как только ошибка плана была осознана, трудно уже было что-то поменять. Только Кэт, небольшой фермерский поселок за городом, был последним средством, чтобы остановить наводнение. В то же время Анджи Рэмбать возвращается в свой родной поселок Кэты и ремонтирует свой семейный дом. Неожиданно он становится предводителем повстания против властей, чтобы защитить их родной городок. История высокой воды больше фокусируется на персонажах, чем на самой стихии, ведь из-за этого у зрителей появляется более острое ощущение, связанное со всей катастрофой. Создатели сделали ставку на аутентичность, показав наводнение таким, какое оно было на самом деле. Создатели постарались передать атмосферу того времени больше. Разные музыкальные блокбастеры, витрины, мешки с песком. Также очень хорошо был показан менталитет людей, которые говорили, «Все будет хорошо, мы справимся», хотя на самом деле никто ничего не контролировал. Хорошо изображены отсутствие организации во время кризиса, медлительность власти, для которой собственные интересы выше, а также невежество и высокомерие профессора гидрологии. Туда же для образа типичного поляка показаны были местные жители сел, которые выходили на протесты, конечно же, с вилами. Я живу в Польше уже много лет, и время от времени я смотрю здешние кинопродукты, которые, честно говоря, заслуживают больше. Именно поэтому высокая вода меня так впечатлила. В основном польское телевидение и кино направляется более на какие-то мелодрамы, более направленные на категорию 40+, то есть мы все знаем, как это выглядит, у нас тоже есть такой упор по типу семейной мелодрамы, которые полностью наполнены кринжем и ничем больше. Из-за того, что это мини-сериал, он смотрится очень легко и на одном дыхании. Я буквально посмотрела его за одну ночь. Сюжет не растянут, из-за этого ты все время находишься в каком-то напряжении и все время хочешь смотреть дальше, дальше и дальше. Ты действительно сопереживаешь этим персонажам, которых встретило это напасть. Хотя сериал и был основан на реальных событиях, но в основу входит скорее только сам сюжет. Практически все персонажи были вымышлены для того, чтобы дать больше эмоций зрителю. Некоторые были основаны на местных чиновниках. А так все это было придумано. Кроме стихии, конечно. Я решила посмотреть этот сериал после поездки в сам Вроцлав. Я встретилась там с подругой, которая оттуда, и она мне рассказала об этой истории, как ее родители это пережили. Я, если честно, до этого не слышала о том, что это произошло, хотя это было в недалеком прошлом, в 90-х. Но меня очень заинтересовала эта история, и я решила посмотреть этот сериал, так как о нем было очень много положительных отзывов, и я абсолютно не пожалела. Я однозначно рекомендую этот сериал к просмотру. То, что он основан на реальных событиях, еще больше добавляется переживания персонажам и сближения к сюжету. Если вы ищете небольшой сериал на вечер, это то, что вам нужно. Нескучный, интересный, завораживающий. Что еще нужно больше? Ставлю ему 9 из 10 за хорошо прописанный сюжет и персонажей, и за аутентичность событий. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте пальцы вверх. Пишите в комментариях, смотрели ли вы этот сериал. Если да, понравился ли он вам, подписывайтесь обязательно на мой канал. Всех люблю, всем пока!